МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! Информационная служба телерадио компании Гомель протягивает свою работу в эфиры. У студии працуя Наталья Игнатенко глядите в этом выпуске. Перспективы супрацовничества нашей области Польши обмерковывали сегодня у Гомеля. Крамы проводят распродажи, где шукатся правдные скидки, разбирались наши корреспонденты. Завтра у Минску отбудется финал республиканского конкурса «Студент года-2016». Для юных гимнастов клуба «Спортданс» выступление у литовским Каунасе завершилось довольно поспехово. Бронзовую медалью Гомель привезла выхованка клуба Дзияна Саковская. А зараз об этом и иншим больше подрабязна. Пытания активизации двухбаковых относин обмерковывались под час сегодняшнего визита у Гомельскую область надзвычайно гайпауномоцного посла Республики Польши у Республицы Беларусь Кондрата Мартина Паулика. Перспективы супрацовничества оценил Олег Синцерову. Если проанализовать статистику супрацовничества Гомельской области и Республика Польша за последние пять годов, то наиболее справедливым был 2014-й. Тогда огольный товарооборот складывал 257 миллионов долларов. За девять месяцев этого года для пораунания ГТПК складывает только 130 миллионов. А тому есть все поставки сказать о реальности поглубления двухбаковых относин. Самое первое межрегиональное погоднение по супрацовничеству в 1992 году заключили Гомель и Радом, який в той час был центром воеводства в Центральной Польши. Зараз таких договоров об Сябровстве-6 плюс погоднение по супрацовничеству по межгомельской области и юбовским воеводствам. Его представники, до речи, приезжали в областный центр для обмеркования питания супрацовничества у Костричников этого года. Перспективы сопрады значны. Сирот наибольши искравых прикладов опочных отчастов регистрация в свободной экономичной зоне Гомель и Радон товариства Далкам-40. У планах этого предприятия открытие экспортно-ориентованной меблевой вытворчести со створением больше 600 процентов мест. Сегодня на предприятии работает около 60 человек. Первые рабочие места – это швеи. Они сейчас будут проходить обучение, в том числе и в Польше. В следующем году будет вторая очередь, еще более крупное производство. Вначале будут производиться компоненты для мебели, дальше будет полномерная сборка мебели для польской компании. Зараз на территории Гомельской области проработают 25 предприемцев с польским капиталом, основанные на прамке деятельности – древопроцовка, сельская господарка, перепроцовка неметалличных отходов. И такие факты. Об приоритетах гомельской продукции на польском рынке можно мерковать по названию предприемцев-экспортеров. БМЗ, химзавод, Гомельшкло, Беларусьнафта, Мазельская нафтоперепроцовщая и Светлогорск, Химволокно. Алексей Тюров, Валерий Капанько, телерадокомпания «Гомель». Гомельские крамы обещают до Нового года массовые распродажи. Некоторые гандлевые объекты плануют снизить цены минимум на 40%. Те есть у Гомели соправдные скидки. И что хавается за словом распродажа. Каб снять наступный сюжет, наша здымочная группа два тэнни сочила за объектами гандлю. Настасья Кучинская расскажет про выники на зераннеу. А почнюю пятницу листопада гандлевый центр «Сокрет» объявил черный. Это спроба ухранить в беларусских реалиях традиции, что годовых заходних распродаж. У Европы и США у черную пятницу скидки вагаются от 30 до 90%. Гомельским продавцам до такой щедрости покуль далёка. У «Сокрет» по наших назираниях реальный помер скидки на оденье у черную пятницу 15%. Некоторые продавцы пропоновали 30, а лезумовыми, на приклад, коли робишь две покупки. Таким чином нас подштурховывают, набываясь больше. Про зникальки дён мы зноу «Сокрет» уражение неоднозначное. На часы гандлёвых кропок ценники со скидками застались на мессы. Изняли и только плакаты «Черная пятница». Мессами скидки стали навод больше. Правда, и цены на некоторые товары подросли. Вось ценник куртки от 79 рублёв, скидка 50%. Тые ж куртки мы башили у «Черную пятницу». Ценник тут стоял 69, скидка была 30%. Але нельха не сказать, что были у «Сокрет» и те продавцы, які ніяких подозрений у нас не выкликали. Тым часом гомельские корыстальники интернета западозрили у падмани покупников буйный будовничий гипермаркет. По ценникам со словом «акция» знайшли «звышайны» с такой же ценой. Ситуация выкликала буру обурения. У гандлёвым объекте её прокомментировали наступным шином. Был проведён небольшой ребрендинг. У нас раньше акционная цена была жёлтая, а обычный ценник был оранжевый. У людей была большая путаница, понимание того, что сейчас на акции. Люди воспринимали оранжевый неправильно. В большинстве ситуаций всё равно красная цена вызывает у людей большее какое-то внимание. Мы решили перейти на другой цвет ценников, дабы было чёткое понимание того, что этот товар сейчас находится именно на акции. Ситуация возникла только из-за того, что очень большое количество ценников было поменено. Большая была проведена работа, и остался какой-то маленький человеческий фактор. В этой фотографии нет ничего криминального. Цена как была, так и осталась. Это сразу был акционный товар. Колер ценника, по мер скидок и колькасть акций у нашей краины продавцы вызначают самостоянно. При этом некоторые заправды хитруют. Например, робят максимальную накрутку на товар, а после некольки снижают цену, объявивши черговую акцию. Таким чином, под видом скидки, мы часто набываем товар по его реальным коште. При этом всё в рамках законодавства. Просто маркетинг. Если будут конкретные нарушения законодательства о ценообразовании, то можно наказывать. Но, к сожалению, если это идёт именно обман, который связан с тем, что именно сформирована цена, то есть регулируется именно торговая надбавка, и продавец её сначала увеличил, он имеет на это право, а потом он её снизил, то здесь, конечно, сложно говорить о том, что это идёт именно обман. То есть это репутация всего лишь продавца и право покупателя не приобретать этот товар. К сожалению, наши не учитывают, что можно продать большее количество товаров со скидкой и получить за счёт объёма тот же доход, в отличие от реализации небольшого количества товаров с значительной торговой надбавкой. В том же управлении гандлю отзначаюсь, товар по саправдой сниженным ценам у Гомель знайсти можно. У первую чергу – в буйных гипермаркетах и фирмовых крамах, незалежно от формы властности. Яны мают пылные домовы с промыми пастушчиками. У таких выпадках скидки на товар закладаются ясчэ на стады вытворчасти и не залежать от гандлёвой наценки. У любым выпадку опошнее слово за споживцом. Сокрет выгодных покупок на сам рэш простый и зрозумелый кожному. Если я покупаю вещь, то я обойду несколько торговых точек, подберу себе какие-то выгодные предложения и после уже приобрету то, что мне больше по карману. Настасия Кучинская, Валерий Гопанько, отель радио-компания «Гомель». Коля 170 шильда с новыми назвами улиц будут выраблены для микрорайона Костюковка города Гомеля. Такая необходность возникла в связи с переименованием 15 улиц былого посёлка после его включения у межобластного центра. Переименований в улицу в финансовом плане для жихару Костюковки ніяких наступств уметь не будет. При необходности новый штамп у пашпорта им бесплатно поставить при первом же озвороте у пашпортный стол. Вогуле необходность переименований выкликана тем, что назвы в улице, аналогичные Костюковским, уже есть у Гомели. У администрации Чигуночного района подобрали некольки новых вариантов, але кончатковый выбор покинули за мясовым насельництвом и предприемствами. Так, по инициативе школозавода, в улице Гомельска станет в улице Ломоносова. Менавито его имя неколи на силах этой акционерной товарыства. А бюст Ломоносова и зараз находится каля администрационного корпуса. Яшы одна улица бодя носить имя Валерия Абеля. 55 гадоу тому, ён заснавал у Костюковцы цирковый коллектив, які зараз мая званне заслуженага. Усе остатние назвы адносин до неких конкретных особ немают. Жыхары отдали перевагу основным поэтичным назвам – Орыховая, Кветковая, Яблоневая, Заозёрная, Янтарная, Гастевая, Раунинная. А прача того, теперь у Костюковцы официны з'явилися в улице Незалежности, Партизанская и Святочная. Делали собрания, делали собрания улицы этих, собирали в ДК весь народ. Мы хотели спросить, какие более улицы они хотят, какие более названия им подходят. У Мазырским доследным Лязгасе начали подрыхтовку до реализации новогодних елок для жыхаров Мазыра, Калинковича и Гомеля. Насельництву будет пропонована некальки сотню новогодних прихожунь, вышинёй до трёх метров. У специализованным годовальнику, где вырошивается больше за три тысячи саджанцев, начали отборы сортования древов. Подрабязности у нашим наступным сюжете. Коли сани до зимы треба рыхтовать летом, то новогодние древы за 7 годов до свято. Вось они – галовные символы Нового года. Елли и сосны на любой густ. У гэтым годовальнику в Слободском лесництве 40 годов вырушивают древы. У первый год яны, як и дети, потребуют специального догляду. Зараз гэтый лесок живёт своим житём. Але каждый год надоходит момент, к лего тишиню порушают гуки сякер. Конечно, жалко, но для этого и создаются новогодние плантации, плантации новогодних деревьев. В принципе, создаём их специально, вот сейчас на ней находимся. Плантация новогодней ели конкретно, площадь её 3 гектара. Ну, планируем отсюда выбирать самые красивые ёлочки и сосны для реализации населению. Коля 600 древ что год реализуют на ёлочных кермашах. Кош новогоднего символу залежит от Памеру. Самые популярные ели от 1 метра до 2 будут каштовать ледь менее, як 8 рублёв. Древцы до метра – 6 рублёв. А прыгажони до 3 метров – каля 12. Ценашно самовольно высеченное древо стартует от 5 базовых. На ёлочные кермаши с лесу поедут только прыгажони. Своя особливый конкурс лесники почнуть проводить с 12-го снежня. Древы будут отзначать для высечки. До речи, по популярности в прошлые годы ёлка стала соступать место сосне. Мне больше ель по душе. Потому что такая порода, которая редко встречается в наших мозырских лесах. Поэтому, наверное, приятно её видеть хотя бы даже раз в год у себя в квартире, новогоднюю ёлочку. Ну и сосне тоже можно отдать предпочтение. Потому что всё-таки иголки не падают так, как у ёлки. И стоит она дольше, и радует глаз. Но запах всё равно, мне кажется, ёловый, такой новогодний. Лидия Поттер, Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал «Мазир». Специально для телерадио компании «Гомель». Завтра у Минску отбудется финал республіканского конкурса «Студент года-2016». Нашу областью им представить пераможца областного этапу, студентка Гомельского державного медицинского университета Алина Данильченка. Одным из выпробований у республіканского этапа изъявляется интернет-голосование за лепший ролик. Молодальник самого популярного станет пераможцем у номинации «Студент года онлайн». Подтримать представницу Гомельщины можно у социальной сети «Уконтакте» у группе «Молодь Беларуси» БРСМ. Отдать свой голос за Алину Данильченка можно до 18.01.08 «Снежня». Выники будут огучены на финале конкурсу. Жадаем Алине поспяхового выступления. Выступление у литовским каунысе для юных гимнастов клуба «Спортданс» завершилось поспяхово. Воронцевой медалью «Гомель» привезла выхованка клуба Деяна Саковская. У заключенных спаборництвах 4-годового циклу по спортивной аэробицы гомельщане обороняли гонор не только своего клуба, але и всей Беларуси. Алина Троценко наведала гомельскую середнюю школу номер 45, где тренируется на дее гомельской спортивной аэробики. Деяна Саковская открыто усмехается и охотно делится уражениями от поездки. Про спортивную вытремку, идеально выконанный шпагат и строгость суддев у подробязностях. А еще про призначение особистого медаля, на шляху до якого, а вышло 60 лепших гимнасток с 4-х краин света у самой популярной номинации соло «Дявчинки». Ну, скорее всего, для того, чтобы доказать себе, как спортсмену, что я могу и умею. Я не знаю, кем я стану в будущем, но спорт явно останется в моей жизни. Это, наверное, часть меня. И эта медаль будет как память. Это моя самая первая медаль за соло в 12-14 лет. Досягнение юных гомельских гимнастов оценивают вядомые по колькости узнагороды. Их не перелечить. Але куды больше важно тое, что на протягу 9-ти годов на престижных европейских споборницах по детячей спортивной аэробице стабильно гучить назва гомельского клуба «Спортданс», який вырос по сутности с факультативных занятков у агульно-аддукацейной школе. Конечно, у нас были и групповые упражнения, и трио, и пары, и мальчики у нас участвовали. Но поскольку это девичий спорт, самая жестокая конкуренция – это среди девчонок. Идет жесткий отбор и споры даже в судействе. И мне этот раз было очень сложно судить нужно объективно. Сегодня у «Спортдансе» тесно супрацовничают со школой гимнастики Олимпийского резерва в плане тренерской подтримки. Але спортсменов по раннейшему гадуют злику в учнях своей – 45-й гомельской школы. Правда, думают и на перспективу. Працуют навод с четырех-пятигадовыми детками и во всем мают подтримку керовництва школы. Поддерживаем и материально-техническом плане, и в организационных вопросах, когда нужно решать вопросы с отъездом группы в короткие какие-то сроки. Где-то помогаем, организовываем дополнительные занятия. На нашей базе часто проходят тренировочные процессы, соревновательные моменты, которые мы совместно с различными, даже различных городов мы организуем встречи. Проведение шарговой международной сустречи на базе школы у большадаленных планах. А у ближайших – годное выступление на открытом Кубку Республики Беларусь, все, ки пройдет днями у столицы, где спортданс претендует на пьедыстал у групповых практикованнях и соло. Алена Траценко, Яуген Макеенко, телерадио-компания «Гомель». Гэты, а так сама иншая новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершенный у студы працавала Наталья Игнаценко. Мы сочным с разведцем падею «Гомелей» в области. Заставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин